С возвращением меня, того самого блудного парня, который не стал бороться и пробиваться сквозь стены, а просто решил взять выходной, короче, тот самый парень, который всегда исчезает. Ну, я вернулся, я снова здесь, я рад тебя снова видеть на моем канале, спасибо тебе большое, что не забыл меня, что пришел, если пришел впервые, поставь лайк, подпишись, я Азуру Бро, мы здесь очень весело проводим время, приближается время, кстати, о времени, да, приближается время Хэллоуина. А это значит, что приходит момент, когда выходят обалденные, интересные инди-хорроры, и сегодня мы будем играть в один из таких хорроров, Bad Parenting, плохое родительство. Игра разработанная вьетнамской студией 2002, хорошие уже есть отзывы, но мы с тобой будем непредвзято смотреть впервые и без всякой лишней лабуды, давай начинать и посмотрим, что сегодня нас здесь ожидает. Давненечко не играли, история первая. Мистер Красное Лицо. О, черт, что-то начинается страшно. Такие песни всегда жутко как-то очень звучат. Ё-моё. Это Мамон? Мама. А, стоп, сын. Да, мам, ты сегодня поздно пришла. Ай, перестань, я была сегодня занята на работе. У тебя есть хоть немножко симпатии ко мне? Ну, сегодня мой день рождения. Ой, ой, ну конечно же. Я знаю про это. Но тогда где мой подарок? Чешет репу. А, ээээ. Ты когда-нибудь слышал про мистера Красное Лицо? На день рождения хороших детей, мистер Красное Лицо не секретно оставляет подарки, пока они спят. Правда? Конечно. Если ты хочешь получить свой подарок, то ты должен пойти в постель прямо сейчас. Ну все, тогда я побежал в постель, мам. Ой, это я, да? А, нет, это кто такие? Отец. М-м-м, тебя обдурачили опять, пацан. Как много раз ты возвращался домой так поздно? А, или она возвращалась. Я работала. Булшит. Ты до сих пор думаешь, что я идиот? Разве не так? Эээ, ты маленькая дерьмо. Возвращайся на свою комнату. И не стоя здесь вот так, как столб. Как дуб. Окей. Да. Ну вот такие. Рожа у них, конечно, блин. Как я скучал по этим временам, когда мы с тобой так играли. Здорово. Давай побежим, посмотрим. Что у нас есть? В детстве что хорошо? В детстве ты все равно. Как бы сказать, да, ты не принадлежишь сам себе, но ты как бы своего ничего нажать не можем, да? Так, а что-то чувствительность какая-то прям дикая. Да, дикая чувствительность. Ну ладно, ладно. Будем с тобой так смотреть. Ну вот что, это наша комната, да, как всегда. Книжки стоят, телевизор. Ничего особенного. Так очень пусто. Освещение такое немножко, как я не... А есть возможность снизить чувствительность? Вот. Так. А как... Единичка, двоечка. И что она дает? А. Все, я до ноля снизил. Чувствительность. Во. Все, теперь тебе будет приятно смотреть, а мне будет приятнее играть. Все, ложимся спать и ждем мистера Красное Лицо. Мы-то верим. Мы верим в то, что мистер Красное Лицо придет к нам с подарком. Ничего не могу делать. Не могу шевелиться. Засыпаю потихоньку. Засыпаю. Гроза, что ли? Чьи-то шаги, ребята. Чьи-то шаги. О, идет. Кто-то идет в комнату. Нифига себе, блин. Не, реально стремно. Что-то... Э, что-то что-то такое? Охренеть! Ты погляди на его рожу. Я че-то так не играю, ребят. Это кто-то... Кто это был? Еще тут время ночное. Как-то прям... Страшноватенько немножко. Но у нас снова утро по канонам сюжетов. Всех инди-хорроров у нас наступает утро. И такая первая история. Ну че, в шкаф, в шкаф смотрим. Нет? А че это такое? А, вот она, игрушка, что ли? А мне показался он в шкаф. Это подарок от мистера Красного Лица? Не может быть! Реально пришел? Мамка-то меня обманула. Привет, я Рон. Что? Ты можешь говорить? Конечно. Потому что я создан с помощью магии. Ты даже имеешь такое же имя и внешность, как у меня. Верно. Мой мастер, мой хозяин, создал меня специально для тебя. Но твоя шея выглядит так, как ты немножко потеряна. Это нормально. Иногда хозяин допускает ошибки. Это просто... Небольшое отличие от других кукол. Ты можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь. Что наиболее важно, это то, что теперь я буду твоим лучшим другом. Это как кукол Чаки. Так, ну это звучит просто прекрасно. Ты хочешь поиграть что-нибудь со мной? Мой хозяин. Что-то там, не понял, ладно. Можешь ты достать для меня их? Кого? Где? А, в шкафу у кого-то оставил. Долбим шкаф. Активно. Закрытый по-прежнему не открывается. Можешь попробовать снова? Так, сейчас снова будем долбить шкаф. Долбим. Долбим. Я попытался изо всех сил, но я не могу его открыть. Ты хочешь, чтобы я сделал что-нибудь еще? Я голоден. Ты просто кукла? Как ты можешь быть голоден? Как ты можешь есть? Нет. Ты будешь есть за меня. Я буду наполняться всем тем, что ты съедаешь. Мой хозяин полностью связал мои ощущения и эмоции с тобой. Поэтому я могу легко все это понять. Вау! Это обалденно! Не, ну как-то неплохо так сделали. Ну, блин, насторожило бы меня это в детстве. Такая кукла. Ну, ладно, пойдем. Кухню-то мы видели. Она здесь у нас. Пойдем мы покушаем. У нас здесь кухня. Записка. А, так много-много инглиша. Так, ладно, хорошо, сейчас. Значит, ты прочтешь это письмо в один час дня. Если ты еще не выспался. Я приготовил для тебя лучший ужин, обед в холодильнике. Поэтому не забудь его разогреть. Так, ла-ла-ла-ла-ла. Мама, короче. Понятно. В общем, покушай. Что-то там еще, может, было сказано важно. Ну, я не знаю. Надо было, наверное... Чего? А, ты держишь что-то еще. Надо куклу положить. Ну, а как это сделать? Сейчас, ребят, я жму на все кнопки. Я жму на все кнопки, на все клавиши. Но я не понимаю, как положить. Кукол, как от нее избавиться? Я хочу поесть. Где-то должен быть... А! Нет. Нельзя. Да откройся ты. Что за холодильник такой-то, а? Это как, знаешь, холодильники... Да, у них есть такая причуда. Они все... Какие-то таблетки. Нет, таблетки. А, или ты для соль. Ну, кукол-то куда деть? Положить, что ли я? Обратно, наверное. Бум! Нет? Так, что-то у меня вообще лицо опустилось, и все. Что тут не так? Так, значит... Спринт-левый shift. А что такое? Почему? Что я такого нажал? А, я опять нажал единицу, е-мое. Все. Когда жмешь единичку, вот единичка-двоечка, то, короче говоря, у тебя в ноль уменьшается чувствительность. А, кстати, можно осветить или затемнить. Понятно. И что еще можно? Что я тут сделаю? Графический фильтр на 5. А-а-а. А, ну, то есть можно, в принципе, смотри, можно сделать и не зеленое все. Хорошо. Так, сейчас будем бегать, разбираться. Как положить куклу. Вот, кладем. Все, надо просто найти нужный объект для взаимодействия. Все здесь просто, все легко. Это я тут вложняю. Сказывается длительный, длительный перерыв мой. Так, разогреваем пиццу или там что-то там было. А, у кого-то ужин. Разогрели. Похоже на макароны, какие-то такие томатные там с чем-то. Чего? Все, сидим. Это твой любимый обед? Хочешь, я добавлю немного магии, спрашивает кукла? Да, пожалуйста. Хорошо. Я сделаю... Так что, что-то там... А каждый раз, когда ты будешь заканчивать есть, еда будет восстанавливаться к своему первоначальному состоянию. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Едим. Едим-едим. Магия. Вау. Обалдеть. А что ты еще умеешь делать? А что ты еще? Телекинезис. 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 Он умеет перемещать объекты? Ну хорошо, ладно. Умеешь ты перемещать объекты? В смысле? Он наклюкин? Нифига себе. Это ж... Нифига себе. Слушай, я реально напугался. Это что это было вообще такое? Я не знаю. Я только... Подожди, а что это за жидкость пил? Ой, нет, бутылка. Мой отец. А он почему не мой отец такой злой? Да, ясно, ясно. Так, мой отец надерет мне задницу. Я бы хотел просто еще дальше спать и не просыпаться никогда в жизни. Твой отец? Не переживай. Мой хозяин позаботится о твоем отце. Что ты такое говоришь? Так, кукла начинает... Начинает обретать контроль. Так. Ню, ну рожа, блин, красная. Это... Ну батя там что-то пьет такое. Прямо таки скажем. Так, кукла, я хочу тебя взять и уйти отсюда. Или что я должен сделать? А, мы бежим в комнату. Мы бежим в комнату, чтобы дальше спать. Правильно? Блин, как-то стрёмно. А сюда можно? Ну, а что это за комната такая? Давай посмотрим, интересно же. А, это... Практически... И кукла здесь. Где мой отец? Так я и говорил. Мой хозяин позаботился о нем. Чего? Потому что твой человек... Ой, твой отец плохой человек. Он много бьет и оскорбляет тебя. Родители не должны так себя вести. И мой хозяин защищает детей таких, как ты. Ну, блин, это уже что-то чересчур, братан. Ты что-то хапнул своих меры. Мой отец не заслужил этого. Но это все равно он плохой. Лузер он. Нет, он не такой. Просто, пожалуйста, верни моего отца. Я умоляю тебя. Хорошо, хорошо. Но мой хозяин... Моему хозяину это не понравится. А... Так. Есть несколько способов вернуть твоего отца. Ты можешь использовать иконку... Я что-то не понимаю, перевод, ребят. Ну ладно, и иконку. То, чтобы вернуть своего отца вовремя. И чтобы спасти его. Покажи мне этот путь. Иконка находится на твоей одежде. И одежде. Зеркало есть? Есть. Нет. Не это. А, или может в шкаф надо заглянуть там. Идем в шкаф. Он же там, да, что-то в шкафу он в нашем. Вот он, гаденыш мелкий стоит. Показывайте. Сюда давай. Ну закрыт. Закрыт шкаф. И все еще не можешь его открыть? Это разочаровывает. Тогда мы можем использовать одежду родителей. Как-то через какую-то иконку логотип... Не логотип, не логотип, не логотип. Шкаф еще один. Ну открываем. Ты должен знать, что эта одежда может функционировать как портал. А, или шкаф. Короче, он может перенести тебя куда угодно. Там, где держат твои глаза. Просто попытайся, попробуй. Пробуем. Да тут ничего, блин. Ничего нету. Хорошо, я забыл. Есть несколько шагов, которые ты должен предпринять, чтобы активировать портал, короче говоря. Принеси радиус своего отца. Клоуст, клоуст, клоуст. А, ну это, наверное, шкаф, что ли? Комод. Что-то я, блин. Не помню точно перевод, но не серчай на меня, не обижайся, потому что я подзабыл. Немножко. Так, надо принести радио-то у отца. А где оно, радио-то? Что-то шевтит, я как-то медленно стал. Устал, что ли? Надо, может, поесть. Так, радио где? Это не радио, это телек. А, вот он, радио. Радио. Это радио будет работать как кнопка подъема. В первую очередь, тебе нужно будет выбрать чистоту. Если ты выберешь правильную чистоту, дверь будет открыта в то место, в которое тебе понадобится. А, то есть, вот мы-то нашли лес. Прикольно. Судя по всему, это не то, что тебе нужно. Попробуй еще. Так, пробуем дальше. Попробуем дальше. Что-нибудь сейчас хорошенькое будет. А, море. А, блин. Черт подержи. Черт его рожа, блин. Как меня раздражает. Да, раздражает меня. Дальше страшнее будет. В общем, я готов, я готов. Ну давай, напугай меня. Или я тебя сам напугаю. Так, ладно. Мне кажется, это то, что тебе нужно. Иди туда и... Короче говоря, потом возвращайся домой. Идем туда, ребят. Идем, идем. Посмотрим, что... Так, очень мистическое место. Какой-то тролль слева. Костер прям по центру. Бежим к троллю. Из корпорации монстров. Так. Атсап. Я ищу своего отца. Опиши его. Ну, мой отец... Его зовут Брюс. Подожди немножко. Ну, здесь очень много Брюсов. Давай, добавь детали мне. Объясни. Этот Брюс хороший или плохой Брюс? Ну, мой отец... Такой человек немного злой. А, ясно. Тогда это плохой Брюс. Дай мне посмотреть. А прикольно. Они такое место придумали. Смотри, для родителей. Куда попадают плохие родители. Да? Теперь история не про плохих детей, а про плохих родителей. Это интересненько очень. Так. Здесь по-прежнему много Брюсов. Пожалуйста, больше деталей. Что еще он делает? Ну, он часто ругается. Ну, все равно мало информации. Иногда он бьет меня. И шлепает меня. И? Ну, все, пожалуй. Дверь позади тебя. Что-то страшно поворачиваться. Дверь, дверь. Портал. Портал. И мы должны туда идти. А, костер? Блин, да что ж ты, блин. Слушай. Офигеть, они меня до усрочки напугали. Какие-то стрёмные, блин. Реально, реально. Я тебе не прикалываюсь. Я реально напугался от этих гномов, блин. Рыжих. Бу. Он так напугался. Ребята, вы кто такие? Да мы такие же, как ты. Дети, которые... ...искали своих родителей. Мы тут немножко задержались. Хочешь к нам присоединиться? Да, ребят, я извиняюсь, но... ...я тороплюсь. Хорошо, увидимся позже. Это какие-то криповые, блин. Типы. Могила, что ли, какая-то? И кто это? Я... Он пытается вылезти из могилы. Это они так здесь играют. Ну ладно. Ну это знак. Это знак. Надо возвращаться. Папа, пока. Всё. Ты там останешься. Ну ладно, нет. Ладно, я... Я не боюсь. У меня крепкие нервы. Меня не напугает такой фигней. Идём вперёд. Нифига себе. Батя. Батя. Пожалуйста. Перестань меня наказывать. Это не я, бать. Пожалуйста. Перестань меня наказывать. Что он с тобой сделал? Ладно, давай. Пойдём домой. Мистер Красное Лицо. Позаботится о нас двоих. Пожалуйста. Перестань меня наказывать. Так. Короче. Ну чё там, батяня? Как тебя поднять-то, ё-моё? Блин, вот он страшный, а. А это, блин, эта комната, она так и должна выглядеть квадратами? Или это глюк, слушай? Такое чувство, что это глюк, что это непрорисованная текстура просто идёт. Какая-то карточка с заклинами. Ну ладно, это было предсказуемо. И где я? Это я, что ли, теперь? А, нет. Да кукла, кукла теперь шевелится. Или кто это? Подожди, это маман. Мамка. Стоит, смотрит. Эй, мама. Эй, эй. Эй. Ну всё. Эй, что с тобой такое? Почему ты прячешься в шкафу? Мистер Красное Лицо взял, забрал папу. А, это я, что ли, такой маленький? Ах, да это хорошо, это замечательно. Я не шучу. Это долгая история. Дай мне объяснить тебе. Как твоя кукла Рон сегодня поживает? Она в порядке? Кукла? Мама, как ты узнала про неё? Да, конечно, я знаю. С тех пор, как ты не принял сегодня свои таблетки. Это же не первый раз, когда ты... Когда к тебе приходит эта галлюцинация. Каждый раз. Ты рассказываешь разную историю. Но один фактор всегда остаётся прежним. Это твоя глупая кукла. Не помнишь прошлый раз? Нет. На. Я не понимаю, что с тобой не так. Просто иди в постель. Уже полночь. Ну понятно, у нас глюки. Или, по крайней мере, нам не верят. И думают, что у нас глюки. Сейчас мы с тобой отправимся в постель. Вот. Вот здесь вот наша спальня. Мы с тобой отправимся в постель. А что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Я благодарю тебя, что сегодня ты был со мной. Я очень рад, что мы снова встретились. Пожалуйста, поддержи мне комментарий. Моё возвращение. Потому что снимать видео, это определённый тоже труд. И мне бы хотелось знать, что ты меня поддержишь. Потому что я всё ещё остаюсь начинающим блогером. У меня небольшая аудитория. Она очень предана. Я очень вас всех ценю и люблю. Поэтому я буду ждать от тебя комментариев, лайков, сообщений. И я очень рад, что мы с тобой снова играем. Давай вместе весело проводить время. Подписывайся, если ты впервые здесь. И увидимся в следующий раз. До скорого, до скорого. Пока. Пока.